стакан кофе бодрящий стакан кофе позволяет мне вернуться на планету земля и знаете о чем я задумался да кстати здравствуйте здравствуйте мои многоуважаемые товарищи земляне я уже совсем уже у меня уже просто связь потеряна полностью если я уже забыл поздороваться знаете о чем я подумал почему новый год зимой нельзя было новый год назначить на май июнь где-нибудь там на море отмечать этот новый год как-то прикольно а на новый год какие-нибудь другие праздники придумать вернее на зимнее время года вот как только стану президентом планеты земля обязательно новый год перенесу на более теплое время года потому что вообще холодное время года это не мое время года о чем мы сегодня поговорим сегодня у нас будет топ настоящей зимней обуви как минимум до минус 25 градусов именно обувь которая реально однозначно выдержит минус 25 градусов и данный топ основан на реальных событиях с каждым из владельцев этой обуви я проводил собеседование и лишь одна обувь в данном топе вызывает у меня подозрение вызывает подозрение потому что мне кажется что хозяин данной пары лукавит он говорит что он спокойно и в минус 25 и в минус 30 входит но с другой стороны зрители писали что например в зиг кинетиках высокие которые на гортексе которым я отписывал максимум минус 15 человек сказал что он ходит в минус 20 в них и все ок поэтому как вот вот это все очень относительно так что я вам не расскажу я вам вернее я вам не скажу а какой именно какая именно обувь у меня вызывает подозрение на минус 25 минус 30 пускай это будет некой загадкой в общем я приступаю к обзору вас я очень прошу умоляю но не пожалеете нажмите пожалуйста подписаться я ведь такой добрый наш первый экземпляр в замороженном топе малоизвестная немецкая антикварная марка мендель это очень уникальные ботинки и уникальные они знаете чем я думаю многим они понравятся естественно по дизайну это типичный немецкий дизайн вообще никакой моды никакого стиля все практично но дешево конечно не скажет 23 тысячи 260 рублей это где-то 300 аэро получается здесь гортекс до гортекс наш любимая мембрана гортекс но прошу заметить также подкладка овчина материал подкладки и стельки натуральная овчина подметка ультра грипп но это не значит что вы будете бегать в этих ботинках по льду и все будет хорошо это в первую очередь городские ботинки я первый раз встречаю зимнюю обувь в которой есть натуральный мех и есть присутствие мембраны гортекс прошу обратить ваше внимание на данный экземпляр продается он в магазине спорт марафон наш второй участник сегодняшнего замороженного топа это уги и действительно это очень практичная и достаточно теплая обувь и в минус 25 и в минус 30 в этих так называемых австралийских валенках вам будет очень комфортно потому что данные валенки сделаны с ног до на головы из низкую из натуральных материалов зинаида а как его на плотно на протяжении уже бесконечного количества времени эксплуатируют данную модель и в принципе никаких проблем ни с замши ни с чем не возникает потому что принципе обувь надо обрабатывать и тогда все будет хорошо стоят эти красоты красотки просто эти валенки абстракийские валенки 20000 рублей и возможно можно найти дешевле 20000 рублей это у нас на данный момент получается где-то в районе 250 оэро но скажу вам честно цена цены бывают и по ниже на эти валенки поэтому как бы поэтому как бы вот тогда и кстати всех у кого высокий размер ой высокий подъем будьте аккуратны потому что я на самом деле пытался приобрести данные валенки и в сорок первые и по моему даже в сорок вторые я не пролез так что с высоким подъемом возможно вам не сюда естественно это а как же иначе я хожу это в минус 20 минус 25 до я хожу я куда приобрел и ковский шерстяной носок минус 20 25 минус 30 я великолепно перемещаюсь в это понятно что стоять мне в этой обуви не получится потому что я моментально замерзну но именно в данном случае ну как не воткнуть мне сюда в этот обзор эти эко если это прикольная городская обувь и в отличие от экзотериков которые вот люди было нарекания на резина на резину в пятки но здесь это классическая подошва и я думаю что здесь никаких проблем ни у кого не должно быть если вы будете носить эту обувь то все будет очень хорошо к сожалению я все жду не дождусь когда мои эко развалятся стоят эти ботинки 19 тысяч 90 с половиной тысяч ну окей это где-то в районе 250 евро катапиллер это не только грузовики или как там трактора но это еще и качественная надежная обувь но я почему-то всегда ее обхожу стороной не знаю почему какая-то у меня в общем какой-то у меня взаимонелюбовь к этой обуви хотя с другой стороны за такие деньги за 7000 рублей это со скидкой это получается у нас 90 евро и без скидки это получается где-то у нас 130 евро обрести клевые зимние ботинки кстати вот это замша это натуральная замша это естественно искусственный материал и подкладка подкладка стелька все искусственный мех в принципе ну искусственный мех плюс бабушкин шерстяной носок то в принципе как бы как говорит мой сосед в минус 25 до и в минус 30 легко в данном случае цена решает все обычная тут резиновая подошва и она особо и не толстая не тонкая когда она тут средняя конечно у тимберлендов чуть повыше подошва но я думаю что в принципе в движении когда если жизнь это движение и вы в них не замерзнете если вы будете двигаться естественно моя любимая марка крокс только я люблю крокс летние а это зимние я даже как-то раз чуть их не приобрел себе ничего натурального все искусственно все что вы видите это все искусственно вода не пройдет резина естественно нога дышать не будет но в минус 25 градусов может быть она даже и к лучшему что нога не дышит товарищ ходит и по московской химии это как ледокол ленин пробивающий путь во льдах северного полюса столько химии вокруг что в принципе очень даже неплохое решение для химических для таблиц менделеева которые у нас под ногами на московской тротуарной плитки стоят эти ботинки 12 тысяч рублей но прошу заметить хорошо берут все раскупили но я вам скажу честно по секрету 12 тысяч рублей это где-то у нас получается 140 150 но я вам скажу что это вполне реально купить за 60 за 70 где-то за 5000 рублей за 6000 рублей эти ботинки можно со свистом вырулить это базовая классическая модель кроксов я думаю скорее докажут что земля плоская чем эти ботинки крокс снимет с производства и вот здесь есть кстати отзывы от покупателей на озоне если честно очень даже верина из посмотрите как они стильно смотрятся как они восхитительно блестят на солнце под голубые джинсы и не так уж они и позорно выглядят естественно естественно при всем том что тут эта резина на льду вам в этих ботинках делать нечего на льду вы улетите так что прогулку по онежскому ладожскому и байкалу придется отложить вот такой топ-5 зимней обуви я вам сегодня представил вы естественно можете сказать что чего-то там не хватало что-то можно добавить что то можно выкинуть и опять там мои эко я воткнул ну я хожу в этих эко в минус 25 минус 30 поэтому саляви уж извините конечно я понимаю что есть отзывы о том что эко разваливается что подошва трескается да окей я не отрицаю такое есть но это при условии если вы приобрели походили а потом убрали куда-то в ящик и через пять лет вы вспомнили что у вас есть эти эко естественно у вас не то что эко у вас что угодно на ноге развалится у вас даже машина развалится если вы приобрели машину покатались на ней потом поставили неважно mercedes это или майбах или еще какая-нибудь там машина у вас все равно в любом случае на машине вы уйдете в сервис всем надо пользоваться для этого мы это все покупаем зачем покупать что куда-то откладывать весь этот топ основан опять же на опыте людей которых я могу спросить как тебе в этой обуви в холодное время года единственная да одна пара я до сих пор оставлю это под все грифом секретно просто найти есть люди категории людей которые все что их это самое лучшее они никогда не признаются что это провал данная покупка не будут ходить мучаться но с другой стороны какая сумме дали две стороны возможно у него такой теплообмен ему действительно в них тепло я этого не исключаю поэтому давайте приступим к мощным дебатам по философствуем на тему теплой обуви пишите свои варианты оставьте лайки ставьте дизлайки если вы думаете что я не вижу дизлайки это неправда youtube хоть и сделал что дизлайки не видно на самом деле в админке вообще все видно любое ваше движение на моей странице она видно поэтому в первую очередь я хотел бы увидеть вашу подписку а дальше уже вам решать лайк дизлайк потому что не всегда все получается так как хочется я максимально стараюсь развиваюсь учусь практикуюсь увидимся когда увидимся